Сегодня дошли до района Гетто де Венеция. В 16 веке, времена, когда в России ландрозный правил, по велению Папы Римского, венецианские власти обязаны были выселить из города евреев. Тогда гонения на евреев были в средневеке, что не новость. Венецианцы не хотели избавляться от своих евреев, потому что от них было, как всегда, много пользы. Но компромиссное решение нашли. Выделили часть города, что там евреям можно селиться и там жить. Как бы отделили от Венеции. И вот мы пришли в это сейчас города. Это были в то время промышленные зоны, литейные заводы были. Ну, в том плане 16 века литейное производство. И вот гетто, само слово гетто, оно, оказывается, это и есть литейка вообще. Литейка, металлолитейка, гетто. И вот от этого слова вообще понятие изменилось. И теперь гетто другое совсем имеет значение. А мы сейчас погуляем тут. Вот как пишут источники, после того, как здесь организовали гетто для евреев, они стали здесь компактно проживать. Население было большое и жилья не хватало. И тут появились первые венецианские небоскребы. Если обратить внимание, здесь 4-5 этажей максимум на Венеции. А здесь уже дом 7 этажей и 8 этажей. Это самые высокие дома в Венеции. Сыграли на словах багетто, кошерный ресторан. Вот такая площадь здесь. И вот тут люди живут, жилые дома. И музейные какие-то заведения. Тоже вот люди ставят, ждут, билеты купили. Уж пока не пойдем. Устали мы от впечатлений, конечно. Просто болтаемся. Вон написано Кампо Бигетто Ново. Новое гетто называется. Есть 3. Новое, новейшее и старое гетто. Я прочитал. Как Геша Козадоев мы такие шли по узкой улочке. Прикольно. Смотрите, аутентичное такое. Если сохнет белье. Шли-шли. Хотели срезать. Как умные такие. Дошли до упора. А там обрыв и причал для лодки. И все. И нету тротуара никакого. Идем назад. С другой стороны заходить. Это набережная. Такая прикольная, озовленная. Вся в барах. Народ сидит. Время 5 вечера. Они все с опиролькой. Все пьют что-то вкусненькое. Такие домики симпатичные. Класс вообще. А смотрите. На балконе второго этажа. Два баклана сидят. Это не настоящие бакланы. Это роботы. Головой вертит. Посмотрите, сейчас правый робот. Вертит головой периодически. Класс. И никакой баклан не сядет. Вот она тоже такой купить мне. Магнитола включена. Нормально. Растекает на катере. Умца-умца. Поехал. Дом старинный. Интересный. Основная часть дома вровень со всеми. А это надстройка такая на столбах. Они уже даже, видимо, совсем слабые и усилили. Это деревянная надстройка. Из бруса. Они не парятся. Нормально живут старинные такие деревяшки. Какая-то даже вывеска старинная. Уже выгревшая, перекрашенная не раз. Летство. И, наверное, она все на месте. Близкие улочки прикольные. На площадь выше. Красивые такие вот краски. У них этот итальянский флаг, он не зря такой трехцветный. Зеленый, белый, красный. У них и страна такая вся. Продолжаем прогулку в квартале гетто. Поближе к морю подошли. Вот эта церковь стоит прямо на берегу моря. В той стороне уже вода за этим домом красным. И вот два таких прекрасных отреставрированных дома. Покрашены. Вот как они, наверное, выглядели, когда их построили там 300 лет тому назад. А там стоит такой же, но не отреставрированный. Называется «Почувствуйте разницу». И здесь тоже такой, в более-менее сохранном состоянии. И такие фанаты, они реально города своего. У них везде в флаге Венеции. Вот этот лев с крыльями. Это их эмблема. Субтитры создавал DimaTorzok